Привет всем кладоискателям, привет всем подписчикам на ютубе, всем участникам группы. Ну что, вот и вернулся мой друг из своей деревни, и вернулся он не с пустыми руками. Вот, сейчас вы увидите, что же он там откопал. Здесь мы сейчас не будем искать. Диза с церкви говорит о многом. Но мы ищем не на территории церкви, а именно на нашем участке. Мало что об этом говорит. Здесь я уже покатил немного, так не могу. Попробуем убрать. Ну что, друзья, вот она первая находочка. Смотрим. Так. Посмотрим, что это. Три копейки. А, 24-й год. Сейчас надо это щелкнуть. Здорово. Три копейки. Ну-ка. Дай письмо. Отлично сохранившийся. Год. Год. Все. 28-й год. 28-й, хорошо. Так, подожди. Вот этот кусочек шкалит. С виду обычный кусок, в нем ничего такого нет. Здесь что-то. Вот она. Я ее вижу. Вот она. Тихо. Тихо. Уже 20-й год. Ну какие-то здоровые 2 копейки. 2 копейки, да. Вот. Это не руками. Это на глубине нужно. Там идет стопка. Я увидел, почувствовал стопку. Сейчас сначала посмотрим, не копнули мы лишнее вот здесь. Вот они. Причем три. Три сразу монетки. И здесь еще одна есть. Так. Три этих монетки мы забираем. Это на что? Да, действительно, как будто они в горшке были. Да. Вот она. Ну-ка. Просто. Просто выжигаливаем. Вот я чувствую, что здесь что-то. Вот этот слой. Вот. Поднимаем еще какие-то камушки. О. Вот они. Смотри. Ты засними это. Это мы копнули называется. И вот мы копнули. Вот и рассказывай что-то. Ну тут целые стопки. Мы тут даже это. Вон видно, что они лежат. Монеты лежат стопками. Ага. Сложенные. Вон. Если они попадаются, то попадаются такие столбики монет. Да. Теперь только вытаскиваете. Да. Причем некоторые так хорошо лежали стопками, что их почти не надо очищать. Ага. Были монеты. Поэтому спанули дно горшка. Да. Мы видим, вот оно дно горшка. Вот уже монетки, которые лежали на дне. Ага. Вот они. Видим дно горшка. Ты знаешь, и под ним есть. Ну это у горшка. Оп. Вот еще монетки. Вон еще монетка. Еще монетка. Это лишь остатки. Смотрите, какая находка. Получилось кладик с советской мелочи. В общем, от 2024 года и выше. Вот. Примерное количество пока еще не считали. Вот. Три копейки. Не знаю, есть здесь пятачки. Вот это вот. Таков нету. Смотрю. Самое большое три копейки. Да, вот эту 24-го года. Вот. Пока еще не мыли. Ну вот так вот. По наводке. На огороде, где как раз на том, да? Да. Где была найдена вот. Причем царская нить. Я скажу больше. Они нашли тогда, как сказали, они 3 килограмма мелочи. Они просто нашли и отдали просто. Да, да, да. Потому что типа ничего не купили, что ты им по ушам поездил. А мне просто отдали. А мы нашли уже остатки, потому что они не накопались. Вот это да. Вот это мой металлоискатель почувствовал из склада. Да. Да, и на самом деле, знаешь, это новичкам всегда лезет. Первый раз копали. Да, молодцы. Вот остаток горшка. Это на вашем участке втором. Ну да, да. Не на стола на другом. Какая курица. Круфля. Вот это что? Гвоздь такой старый. Это да, это что-то кованое. Прямое сечение. Кованое. Там еще, а значит, кусочек металла. Вот маленький такой. Но это мы найдем, когда это. Он им звонил. Это тоже гвоздь. Так, ну в общем, вот такая вот интрига. Тут еще могут быть редкие монеты. Надо помыть, посмотреть года. А мне можно деревки? Хотя они все в одном горшке лежат. Мне можно деревки, папа. Ну, посмотрите. Мне можно деревки. Подписывайтесь, смотрите, да. Сейчас будет продолжение. Да, ты рассказывай, как вы. Крышок. То есть, смотри. Монеты 28-го года, значит, можем предположить, что... Это еще одно. Ну, вот где-то 30-е годы. Это как раз те годы, когда закрывали храмы. Вот именно тогда. А там в том месте жила монашка. В том доме. И вот наверняка она эту мелочь там спрятала. Ну да, да. Причина не вернулась. Но самое интересное. На территории храма в 30-е годы, когда закрыли, была школа. И дети там находили золото. А там дети нашли золото, копались. Там препод себя забрал, не отдал. Сейчас опять на том месте церковь. Но если проходить дальше по огороду, вот, смотреть дальше, там дальше целый бурьян. Там тоже участок, на который давно никто ничего не сажает. И можно туда подойти. Это вообще непосредственно территория, можно сказать, церкви раньше. То есть, вообще территория. И вот там мы хотим тоже покопать. Потому что там вообще, там никто не ходит годами просто. Интересно, кстати. Да, вот здесь получается бронзовые не должны быть старые. То есть, где-то 30-го года, да, вот. Ну, вот современные вот эти. 24-й, 28-й, да. 24-й, 28-й. Бронзовый, да. 26-й, да. 26-й, да. Вот там 24-й сам, по-моему, раз. Вот. Нам интересен 27-й год. Да. 27-й год редкий, да. Редкий. Ну, поищем сейчас. Давай сейчас посмотрим. Помоем, да. Помоем, посмотрим. Вот. Виталий всех стран соединяетесь. Самое интересное, что рядом в городе, не будем говорить какой-то, поставили памятник Петру Первому. Круто. Это говорит о чем-то. Ну, да, да. А то, что возле церкви находили золото, это тоже говорит о чем-то, что церковь достаточно богатая была в том месте. Клодовое видео сейчас будет. А еще там рядом деревня есть, где разрушенные храмы, в которых тоже уже давно никто не был, остров. Ну, да, да. Там вот кто искал. Туда целая экспедиция. Я вот не знаю. Ладно, давай мыть, давай мыть. Давай мыть. Давай мыть. Замачиваем наш шланг. Наш. Сейчас будем искать там резкие года. Налет пока не стирает, просто как грязь. Да, грязь основной с этой. Снимай. Двадцать шестой. Чтобы виден был год и как бы, ну, просто скидывали и все. Так нормально, пойдут они? Да, пойдут. Вы слышите, что у них легкая зеленочка все равно остается. Да, это они потому что рядом совместно с этими лежали. Да, да, от меди, может, перешла. По-моему, а, двадцать четвертый, видимо, хорошо будет. Ну, они... Нормально такие оставлять? Да, оставлять такие. Это вот надо будет в мыло потом лучше всего закинуть. Да? Медные в мыльные растворы закинуть. Подожди, это-то реальная химия лучше не делать, да? Нет, да, лучше не надо, а то она убьет, как бы, это и рельеф убьет. Ага. А в мыле полежат, как бы, там, ну, так, периодически доставая их. То есть сейчас мыло можно даже использовать, да, в принципе? Да, обычное мыло можно, как бы. А жидкое? Ну, жидкое такое тоже, не особо едкое. Так, вот, вот такими вот залипшимися, залипушечка, стопочка. Давай, смотри. Ну, что, потом на перевал Декова поедем? Или нет? Хотя крашеный, по-моему, смотри, да? Крашеный металл? Ну, не, определишь уже. А, крято? Металл, да? Нет, это не керамика. Нет, это керамика. Нет, вот это вот. А у Сереги его металл. Да, металл, да? Мы же нашли его металл, да? И непонятно, да, что это? Вот, керамический горшочек. Можешь, как-то, туалетную бумагу там оторвать, я-то вот кладу на машину. Ну, так, побольше вот так, скажи. Вот итог клада помытой монеты. Общий итог. Так. 168 монет. Вот. Список. Общий итог. 168. Но это жалкая часть, да? То есть, самая донышко от горшка. Вот. Большую часть, конечно, они и собрали уже, да, на пашне. Ведь монета уже недоступна. Но там по-любому еще есть. И туда мы отправимся по весне. Есть и редкие. С экспедицией, да. Вообще, разброс годов тут идет от 24-го до 30-го. Нам интересен вот 27-й год. И 25-й, который вообще. Да, 25-й, к сожалению, не попался. Вот. А 27-й. Одна монетка вот такая вот попалась. С этой стороны она вообще почти идеальная. Так. Вот оборот немножко зеленцой. Товарищи, в комментариях подсказывайте, во сколько можно оценить такую монетку. Вот. И наверняка там еще есть. Ну, то есть, мы в это верим. Что там есть редкие еще. 27-го года. Например, двушка. Просто пробничком. Да, да. Но это вообще, это большая удача. Что с первого раза взяли клад. Даже пускай уже на известном месте. Но все равно его надо было найти. Вот так. Молодцы. Да, держись за миг. Ну, все. Вот такой вот итог. Сейчас еще раз это снимаю. Байка бывает иногда правдивая. Да, в этом случае байка оправдалась. Это не то, что, как бывает, говорят там. Тут танк в болоте. Там самолет. Сталинград. В каждой деревне. Тут там подбитый. Там самолет в болоте. Там вот. Сталинград какой-то. Жирик. Вот. Вот столько 24-го года монет. 26-й. 27-й. 28-й. 29-й. 30-й. И 30-й. Уже только 2 монетки. Так. Общее количество. 3 рубля 56 копеек. Вот. Ну что, товарищи. Экспедиция не окупилась. Но одна монетка, я думаю, окупит. 30-й. Все. Да, да. И это только первая экспедиция. Будут еще. Подписывайтесь. Смотрите. Много интересного. Еще и кубышечку. Юбилейную раскурочим, да? Да. Так что, спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Все. Ребята, попрощайтесь. Все. Всем удачи. Всем пока. До свидания. Всем пока. До новых встреч.